Всем привет! В этом видео хочу поговорить о силе воли, так как вы у меня просили, и это такое более вводное видео. Я расскажу, что это такое, какие есть общие теории и интересные какие-то моменты, что влияет на это дело. О том, как прокачивать, я буду в другом видео говорить, иначе оно будет бесконечным. Давайте начинать. Итак, сила воли — это способность сознательно и целенаправленно что-то делать либо не делать, а также умение преодолевать какие-либо сложности на пути к вашей цели. Хочу сакцентировать на том, что сознательно, то есть вы сознательно отказываетесь от чего-то, например, в пользу другого полезного дела, либо наоборот вы себя садите, усаживаете, так сказать, за какое-то дело сознательно. То есть это и есть проявление силы воли. Существует три теории о том, что же такое сила воли, а также как она вообще у нас переливается внутри нас, как она нами управляет, как мы можем ей управлять. И в принципе все эти три теории могут жить абсолютно равноценно, потому что они прекрасно дополняют друг друга. Хотя вот первая теория была то, что сила воли — это исчерпывающийся ресурс. То есть в начале дня мы очень такие заряженные, бодры, мы легко себя контролируем. То есть у нас самоконтроль на достаточно высоком уровне, поэтому сила воли у нас на хорошем уровне. Мы можем себя заставить что-то делать, но вот к вечеру мы как бы такие вот уже все, уставшие, замученные. У нас энергии уже нету, достаточная у нас самоконтроль уже на низком уровне. В принципе это так. И поэтому сила воли у нас как бы исчерпалась. В соответствии с этой теорией нам говорят о том, что какие-то волевые решения вам нужно принимать с утра, на вечер ничего не оставляйте. Также там дела, которые вам прям нужно заставлять себя делать, делайте только с утра, когда вы полны сил и энергии. Следующая теория, которая прекрасно дополняет предыдущую, это теория мышцы. То есть то, что наша сила воли это какой-то такой вот субстанция, которую можно накачать как мышцы. Ну то есть если вы будете постепенно тренироваться, наращивая какой-либо вот объем, либо количество задач, короче вы сможете прокачаться, раскачаться и быть таким силовым качком. В том плане, что нельзя сильно резко что-то делать, ну там как-то типа завтра я буду ничего не делать, делать только то, что мне нужно. Это как бы такая слишком сложная задача. Вы получите крепатуру в том плане, что на следующий день вы вообще ничего не сможете делать. Эта теория предполагает, что вот повторюсь, мы маленькими шажочками, которые постепенно увеличиваются, каких-то волевых проявлений, вы сможете прокачать свою силу воли и впоследствии вы сможете стать таким вот очень волевым товарищем. Следующая теория у нас гласит то, что сила воли не так важна, она в принципе у нас не так сильно развита, можно это все заменить полезными привычками и вообще не применять силу воли. То есть эта теория тоже прекрасно дополняет предыдущие, то есть она предполагает, что сила воли это не самое что-то надежное, это что-то исчерпывающее, это то, что можно надорвать и так далее. В общем лучше ее не использовать, лучше создать себе полезные привычки, чтобы вообще не пользоваться определенным количеством самоконтроля. То есть если вам нужно определенные действия проделывать на работе, просто доведите их до автоматизма за счет того, что найдите самый оптимальный путь, повторяйте его из раза в раз, чтобы он вошел у вас в привычку для того, чтобы в следующий раз не нужно было бы какого-либо волевого усилия для того, чтобы вы начали это делать. И мы имеем то, что в принципе сила воли это такая, ну повторюсь, ненадежная субстанция. Это то, что у нас есть. У нас есть определенный уровень самоконтроля, но он очень сильно коррелируется в течение дня. То есть да, скорее всего в начале дня он достаточно высокий. Это все-таки доказали достаточно много исследований, что в принципе отдохнувший мозг у нас способен на очень многое. В то время как уже немножечко подуставший мозг у нас, да, там нету достаточного количества нейромедиаторов, там уже нету глюкозы и так далее для того, чтобы ему полноценно функционировать. Но, кстати, заметили ученые, что когда нам кажется, что мы на пределе, вот все, мы устали, у нас всегда есть в загашничке нашего мозга немножечко энергии. Поэтому не нужно всегда этим пользоваться. Если вы устали, все-таки лучше отложить дела и отдохнуть, потому что отдыхать нам тоже нужно. Но если вам действительно что-то нужно сделать, знайте, загашничек есть. Есть еще ряд вещей, которые в принципе убивают нашу силу воли. Это стресс, потому что в принципе он очень плохо влияет на наш организм и он практически полностью отключает самоконтроль, потому что при стрессе мы выходим вообще на какие-то рефлексы, на какие-то такие, знаете, практически полуживотные реакции, которые, ну, мы действуем так, что не задумываемся о чем-то дальше. То есть мы действуем здесь и сейчас, нам сложно планировать, потому что прифронтальная кора, которая у нас за это отвечает, то есть наше сознание, оно практически полностью отключено, потому что, ну, организм отключает автоматически при стрессе эту область. В общем, мы не сознательно это все делаем. Мы делаем вот сиюминутно, чтобы побороть этот стресс. И, понятное дело, о самоконтроле, о каком-то самообладании очень сложно говорить. Вот, потом недосып очень плохо влияет, потому что он повышает количество стресса. И, в принципе, недосып плохо влияет на наш мозг опять-таки, потому что во время сна происходит очень много сложных процессов, которые должны пройти, плюс ваш мозг пройти определенное количество циклов сна для того, чтобы восстановиться, для того, чтобы сделать все свои, там, делишечки, которые он делает во время сна, вывод токсинов, обработка информации, в общем, установление определенных связей. Ну, там, сложная работа, на самом деле, происходит. В общем, недосып тоже снижает уровень вашей силы воли, вашего самоконтроля, потому что просто вы не успеваете достаточно отдохнуть для того, чтобы накопить большое количество энергии, для того, чтобы контролировать хорошенечко себя. Также очень сильно и быстро снижает силу воли это большое количество раздражителей. То есть, когда вы себе говорите о том, что «я буду только работать», но если вы сидите где-нибудь в месте, где все бегают, прыгают, шумят, веселятся, где-то кто-то видео смотрит, кто-то разговаривает по телефону, то есть, когда раздражителей слишком много и вам нужно слишком много сил для того, чтобы их блокировать, то есть, в вашем мозге происходит сложная работа для того, чтобы вас изолировать от этого всего, особенно если у вас не прокачанная концентрация, если вы не привыкли концентрироваться в шумном помещении или с большим количеством раздражителей, то ваша сила воли как бы она очень быстро иссякнет. То есть, вы очень быстро начнете раздражаться, слышать, слушать и так далее, отвлекаться, и никакого самоконтроля, ничего не будет. То есть, если вы не привыкли к такой работе, то этого не будет. И плюс, когда вас часто еще отвлекают, например, если вы в тишине сидите, но вас часто отвлекают, вы тоже не сможете себя никак потом заставить нормально работать, потому что вы уже будете в таком разболтанном состоянии. Еще один момент, который очень сильно снижает нашу силу воли, которая, повторюсь, она у нас в начале дня на достаточно высоком уровне, но если вы в течение дня принимаете очень много решений, то есть, вы постоянно что-то решаете, договариваетесь, договариваетесь, ну, в общем, именно принятие решений, какие бы они ни были, если их большого количества, они также очень сильно сжирают наши внутренние ресурсы, и в первую очередь это самоконтроль. То есть, если вы приняли очень много решений, например, по работе в течение дня, то, скорее всего, вечером вы не будете ничего делать, а вы откровенно сожрете что-нибудь сладкое, потому что вашему мозгу очень нужна будет глюкоза, ему нужна будет энергия, потому что он уже всю использовал на вот эти все решения. Вы не сможете себя ничего заставить, даже подняться, не знаю, там, в душ пойти. Это будет очень сложно, потому что вы использовали все свои ресурсы, так что большое количество принятых решений очень сильно снижает нашу силу воли. А еще, я часто об этом говорю, нашу силу воли очень сильно уничтожает чувство вины, потому что нам кажется, что мы себя повиним, мы себя пожурим, что вот мы такие никакие, что мы не мотивированы, что мы вот, в общем, ужасные работники, ужасные люди и так далее, и мы думаем, что это нас замотивирует, что это укрепит нашу волю, что вот мы завтра встанем в 5 утра и будем все делать. Нет, скорее всего, этого не будет, потому что чувство вины, точно так же, как и решение, очень сильно убивает все наши внутренние силы, ресурсы и так далее. Это очень негативное чувство, которое сжирает все ваши нерамедиаторы, которые вам нужны, все ваши глюкозы, которые вам нужны для того, чтобы полноценно реагировать и вообще жить полноценной жизнью и так далее. То есть это сжирает все ваши ресурсы, которые вам нужны для того, чтобы вы полноценно работали, для того, чтобы вы полноценно учились и функционировали. Поэтому чувство вины – это вообще очень сильно разрушающее, убывающее, особенно самоконтроль. И теперь к интересным особенностям нашей силы воли. Ученые заметили, что на уровень самоконтроля, на уровень силы воли очень сильно влияют врожденные качества, а также воспитание. Но воспитание в большей степени. В принципе, у нас у каждого есть какие-то небольшие врожденные особенности, которые нам дают такой фальшстарт в каких-либо навыках, в каких-то вещах. То есть бывает такое, что ребенок очень собранный, очень сконцентрированный с самого детства. Что ему сказали – лепи куличики, он сидит и лепит куличики, а не бегает через 2 секунды с криками. Это особенности врожденной мозга. Плюс воспитание. Если вас все детство вообще не заставляет ничего делать, вы не концентрировались, вас не сажали там почитать, порисовать, еще что-то, позволяли вообще делать все, что вы хотите. Конечно же, когда вы сознательно захотите сделать что-то, сесть и сделать, вы не сможете это вначале. Потому что в вашем мозге просто не будет определенного механизма, который вас заставляет это делать. То есть там определенные есть процессы в мышечке, и в основном в основной части мозга. То есть у вас просто нет этого механизма, который бы воспитал тех детей, которых заставляют какие-то определенные задачи делать, которые они не сильно хотят, но которые им посильны, они в принципе спокойно потом выполняют домашнее задание и как бы впоследствии вырастают достаточно таких людей, у которых достаточно высокий уровень силы воли, который позволяет им достигать своих задач. Следующий момент, то, что заметили ученые, это то, что самоконтроль и сила воли действительно очень прожорливые задачи для нашего мозга. То есть те задачи, которые вам прям нужно делать, вы не хотите, вам нужно заставлять себя делать, они заставляют мозг использовать в разы больше глюкозы и нейромедиаторов для того, чтобы их выполнить. То есть, соответственно, ученые сделали вывод, что сила воли это затратная задача, из-за чего вот как бы есть теория, что полезные привычки, они не тратят нашу энергию, это автоматические процессы, которые нас лишают, количество выборов и так далее. Вот как бы по этой причине все-таки не нужно так сильно налегать, особенно если вы в один день решили прям все сделать. Следующий момент тоже очень интересный, ученые заметили, что то, что нам назначают сверху и заставляют, то есть извне что-то делать, чтобы вы вот сели и сделали, это заставляет мозг использовать еще больше глюкозы, еще больше внутренних ресурсов. То есть если вы внутри себя решили, что мне это нужно сделать, я вот пойду и сделаю. Это один процесс, это одно количество энергии, которое потребляет наш мозг. Если же нам говорят извне, что ты должен это сделать обязательно, вот должен, ты идешь и делаешь, ты тратишь гораздо больше сил и после этого как бы чувствуешь себя очень разбитым, уставшим именно из-за того, чтобы ваш, наш мозг потратил гораздо больше сил. А еще напоследок расскажу интересную теорию, которую заметили также ученые. Это такое соотношение количества ваших внутренних ресурсов и того, как мы себе это представляем. Так вот, ученые заметили, что если человек говорит о том, что он очень уверен в себе, что он очень такой волевой, и что у него сила воли на высочайшем уровне, что он такой стальной человек, скорее всего, его сила воли гораздо ниже. Ну вот почему-то есть такая пропорция, что в какой-то момент мы думаем о себе гораздо больше, и если мы еще это проецируем в обществе, то, скорее всего, у нас все гораздо хуже. Так что есть такая вот особенность, поэтому присмотритесь к людям, которые говорят, что они такие волевые, стальные и такие вообще классные. Скорее всего, это не так. Ну вот есть такая особенность. В общем, я надеюсь, вы сложили свое представление о том, что такое сила воли. Мы продолжим с ней знакомство, так что подписывайтесь, ставьте лайк, и до следующих видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова